С начала года в области зарегистрировано 163 дорожные аварии. 217 человек получили травмы, еще 32 погибли. При этом с наступлением теплой погоды увеличилось количество происшествий с участием пешеходов. В этой связи руководство департамента полиции провело встречу с владельцами таксопарков. Подробнее расскажет Зарина Удбанова. В разговоре принимали участие все заинтересованные стороны, в том числе представитель транспортной инспекции и руководители более семи таксопарков. Участники встречи открыто говорили о плане работы таксопарков и о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели. Главная цель данной встречи – поиск решений для повышения контроля за качеством работы водителей. Начальник департамента полиции заверил, что готов оказать содействие в работе и сотрудничать ради безопасности людей. Мы сегодня хотим услышать ваше предложение по улучшению работы таксопарков в целях повышения безопасности на дорогах. Перевозка людей – это большая ответственность. Сейчас имеется много случаев нарушений и ДТП, совершенных водителями такси, в том числе и факты вождения автомобиля в наркотическом опьянении. Если раньше службы было возможно провести медицинский осмотр сотрудников, в настоящее время все делается онлайн. Сегодняшняя встреча не просто формальность. Мы вместе ответственны за безопасность граждан. Я готов оказать содействие в этом вопросе. Некоторые представители таксопарков рассказали о наличии процедуры медицинского осмотра и тестирования сотрудников на наличие алкоголя в крови. Они отметили, что при большом количестве сотрудников очень трудно провести осмотр каждого. Также говорилось, что тесты, с которыми они работают, показывают лишь присутствие в крови алкоголя. Таким образом, проверять на наркотические вещества возможно лишь в специализированном медучреждении, что затрудняет контролировать каждого человека. Также была озвучена проблема отсутствия видеофиксации в автомобилях, что влияло бы на количество нарушений. Основной загвоздкой в решении проблемы сферы такси является тот факт, что не все водители работают в таксопарках. Сейчас много платформ, где каждый водитель может пройти регистрацию онлайн и заниматься частным извозом. В этом году по городу Ахтюбе будут установлены 3000 камер. И со стороны полиции будет помощь именно по отбору водителей. В основном проблема у нас сейчас на данный момент это наркотическое опьянение водителей. Представители полиции говорят, что будут помогать нам выявлять это, предоставят кабинет для проверки наркотического опьянения водителя. Обсудили также ряд проблем, было очень все открыто, открыто разговаривали, узнали, что можно совместно решать все эти проблемы. Будем в дальнейшем поддерживать сотрудничество. Также говорилось о работе межрайонных такси, среди которых зачастую частные извозчики. Порядок и контроль в этой сфере необходим ради безопасности граждан на дорогах. Зарина Удбанова, Дошан Джасулан, телеканал Ахтюбе.